Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру и мы поговорим сейчас о 35-й главе книги пророка Иезекииля. Строго говоря, 35-я глава довольно короткая, которая несколько искусственно отделена от следующей, 36-й. Но мы имеем дело с тем разделением на главы, которые сложились уже немного больше тысячи лет назад, поэтому поговорим о 35-й главе отдельно. 35-я глава, собственно, включает в себя пророчество, которое обращено к Эдууму или Эдумея, к Эдемитянам, символом которой здесь выступает гора Сиир на территории Эдемитян. Вот было слово Господне, «Обрати лицо твое к горе Сиир, из реки на нее пророчество». Итак, это слово, которое обращено к Эдемитянам. Для нас сейчас важно понимать вот какую вещь. Когда в Вавилоне не завоевали Святую Землю, сначала угнали множество людей в Вавилон, всех, кто что-то мог организовать в сопротивлении, был научен военному делу, или кто мог выращивать скот, чтобы кормить людей, кто умел пахать землю и выращивать пшеницу, знал тайны письменности, умел ковать железо и так далее. Ну и, конечно, там князей, священников, книжников и так далее. Вот их всех угнали. Остались только люди, в общем, вполне беззащитные, которые были уже не в состоянии организоваться каким-то образом. Конечно, все мало-мальски ценное тоже было разграблено и унесено. И в этот момент адамитяне, родственные соседние народы, обрадовавшись слабости, беззащитности народа Божьего, набросились на иудеев, на бывшее царство Иуды, набросились, чтобы дожечь, дограбить то, что еще не разграблено, убить тех, кто еще не убит, угнать в рабство тех, кто еще не угнан. Вот это вообще подло, потому что, конечно, сами адамитяне не обладали достаточной силой для того, чтобы народ Божий победить без вавилонин. Но после того, как лев ушел со своей добычей, шакал доедает последнее. Ну вот. Ну и действительно, после адамитян уже, в общем, ничего совсем не остается. «По имени Господи сына Едомские, в день Иерусалима глаголюще, истощайте до оснований его». Вот эти строки 136-го псалма, они как раз об этом. Вспомни, Господи, сынам Едома, то, что они в день трагедии Иерусалима говорили «Истощайте, ограбляйте до оснований». Ну вот. Ну и адамитяне, они, в общем, не особо-то и чтут Бога Израилева. У них там своя культура, свои особенности верования в Боги. Хотя, конечно, народы близкородственные с этнографической, так сказать, точки зрения. Ну и могли бы посочувствовать близкородственному народу, а вместо этого, так как у тебя вечная вражда, и ты предавала сынов Израилевых в руки мечу во время несчастья их, за это сделаю тебя кровью, и кровь будет преследовать тебя. Вот эта подлость и адамитян, мелочность и низость, когда они терзают израненное, разграбленное тело народа Божьего и доедают последнее, оставляя после себя выжженную землю. Это подлое преступление, невзирая на то, во что там эти самые адамитяне верят или не верят. Это подлое преступление. И Бог говорит, взыщу за это. Тоже это очень важно, потому что религиозная культура человечества чрезвычайно разнообразна. В ней есть масса любопытного, поучительного, завлекательного и так далее. И можно предаваться ученосте на этой почве с большим увлечением. Но к жизни это все имеет очень косвенное отношение. А вот правда и неправда, нравственная суть человеческой жизни, она остается одной и той же. И дальше Господь говорит, так как ты не ненавидела крови, то кровь и будет преследовать тебя. Тоже. Ну и в любую эпоху и сегодня по отношению к любому, без исключения народу, к любым, без исключения странам и культурам, вот это предупреждение. Ты должна была, ты должен был ненавидеть кровопролитие. Должен был ненавидеть кровопролитие. Ты не ненавидел крови. Значит, вот поэтому кровь будет преследовать тебя. Не потому, что Бог там мстительный, смирепый или там еще чего-нибудь и пасет тебя же злом железным. Вот таковы причинно-следственные взаимоотношения. Если ты ненавидишь кровопролитие, оно отступает от твоей жизни. Если ты не ненавидишь кровопролитие, кровь будет преследовать тебя. Мы можем миллиард слов наговорить, почему нам кажется, что это неправильно, что в своем кровопролитии мы молодцы, и так надо. Вот так вот Бог говорит. Если ты не ненавидишь кровопролитие, кровь будет преследовать тебя. Я бы сказал, что это слова, которые надо услышать и сделать из них выводы. Сделайте из них выводы. Эдемитянам Бог говорит, сделаю тебя пустыней вечной, и в городах твоих не будут жить. И вот тогда узнаете, что я Господь. Тогда вы поймете, что мои слова – это правда. Ты говорил, и эти народы, и эти земли будут моими, мы завладеем ими. За это поступлю с тобой по мере ненависти твоей и зависти твоей. Не по мере твоей правоты. Ты, может быть, прав, может быть, нет. Не по мере вины твоих противников, против которых ты ополчаешься и на чью землю покушаешься. По мере ненависти твоей. Вот тоже понимаете слова, которые надо услышать. «И узнаю, что я, Господь, слышал все глумления твои, какие ты произносила на горы Израилевы». Да, и эдемитяне рассказывали, что вот там эти израильтяне, иудеи, они такие, они сякие, у них там то неправильно, все неправильно, и князья их дураки, и так далее, и тому подобное. Я слышу все глумления, о которых ты говоришь на горы Израилевы. Вы величались передо мной, языком вашим, и умножали речи против меня. Я слышал это, говорит Господь. Понимаете, Христос потом скажет своим ученикам за всякое праздное слово, которое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Бог слышит, Бог слышит, следи за тем, что ты несешь. «Как ты радовалась тому, что удел дома Израилева опустел, так опустошена будешь, гора Сеир и вся Эдумея». Вот, собственно, та часть этой проповеди, которая попала в 35-ю главу, но по сути разговор об этом будет продолжен и в главе следующей. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,